Сегодняшний влог будет не супер информативный, возможно кому-то неинтересный. Мы едем в Брянск, выехали из Москвы, сейчас едем по МКАДу. Тут немножко потупили, ну примерно часик. И сейчас через буквально 3,6 километров выезжаем на трассу М1. И до Брянска нам ехать 4 часа 44 минуты. То есть мы будем там в районе часа ночи. То есть сейчас предварительно пишет 0 часов 11 минут до дома. Ну плюс заправки, остановки, где-то пописать. Катюша сидит, ваши комментарии читает. Радостные, они нормальные, как общий фон. Так, 50-50. Какие-то хорошие. В пятницу, казалось бы, да, должны быть комментарии получше, потому что выходные. Блин, мы развелись, у меня уже новая жизнь. Это так странно, что вы пишете. Прям, ребят, вы меня просто разочаровываете. Ну вот когда особенно видно на аватарке, ну дядька. Ну что за бред? Все, мы развелись. Истинную причину я вам не назову. Не хочу заниматься этой ерундой, хайповать на том, что было. Конечно, можно трафик собрать. Но я столько прожил с человеком, поэтому не хочу гадить в душу. И, в общем, я тоже рекомендую вам успокоиться и перестать заниматься этой херней. Ты хотела что-то добавить. Я уже не помню. Не помнишь? А, про то, что комментарии же я читаю. Немножко неприятно это все. Ясно. Неприятно человеку. Хотя, может быть, кто-то и добивается этого, вызвать такие негативные эмоции. Есть энергетические вампиры, так называемые. Но банить я вас, конечно же, не буду. Но просто предлагаю немножко подумать, прежде чем писать. Вот зачем? Меня просто не так сильно обижают комментарии, то, что там, не знаю, я ребенок, то, что у меня там что-то с речью, что у меня анорексия, что что-то не так с волосами. Это мне вообще не обижает, потому что, как бы, я себе нравлюсь, все прекрасно. Но когда постоянно пишут и сравнивают с Сашей, и говорят, верните Сашу, типа, ты кого себе нашел? Ну, что за бред? Зачем? Ну, вот просто представьте, вот вы сидите сейчас в машине, и вам пишут такое. Ну, ладно, давайте от плохого просто к влогу вернемся. Что у нас тут осталось? 540 метров. Ты водичку будешь? Да, я уже чуть-чуть попил. Сейчас мы будем уже сворачивать, и надо будет потом заправку найти. Время, ты видел, как уменьшилось? Да, да, да. Кайф. Мы должны были приехать где-то без 20 часов, а сейчас 12 минут первые. Да, но тут пробка немного рассосалась на МКАДе, поэтому чуть-чуть попроще стало ехать. Мы когда вот только вышли из дома, она сильнее была. Может быть, авария была, и убрали машины. Заметно, да, полчаса. Ну, да, да, полчаса, даже чуть побольше. И надо будет, может быть, что-нибудь вкусняшек купить, или забью. Я тоже хочу. Ну, в принципе, у нас с собой есть сыр и колбаска. Все, у нас получили. А, есть печеньки, которые ты сушила. Слушай, мне помощь нужна будет. Какая? Чтобы ты взяла мой телефон, и сейчас пополнила транспортер. Реально. Закинь туда пару тысяч рублей. Помнишь, да, как это делается? Заходи в папку авто, для авто, она, по-моему, называется, прямо на первом экране, и выбирай транспортер. Да, вот эта оранжево-белая иконка. Да. И дальше выбирай пополнить счет. Ну, да, вроде кошелек. И там должна быть кнопка, типа, пополнить счет. Прямо на пару кайсов сделай. Зачем я прошу Катю? У меня там вообще стоял платеж автоматический. То есть, когда на транспортере 100 рублей, сразу косарь кидается. Ну, короче, ребят, кто на тачках, встречались ли вы с такой проблемой, что просто этот автоплатеж не работает? И еще один момент. Я вообще офигел. Я захожу как-то в профиль, а у меня там чужая карта. Нормально? Ну, то есть, чужая карта, я не знаю, только CV-код. То есть, там прям номер написан, все замечательно. Я не знаю, как это происходит. Я, помнишь, даже такой тебе говорю, блядь, сейчас я буду материться, звонить им, и, типа, пацаны, что за херня? А почему-то у тебя тупит, и даже... А он вообще, в принципе, тупит. И такое часто происходит. Закрывай, и знаешь, что сделай? Через боковое меню, вот это верхнее, да. Зайди в счет, и попробуй через него пополнить. Вот, нажми, и надо подождать. Да, вот оно вот так вот тупит. У тебя там написано, что 16100 баллов. Для чего они нужны? Я могу их потом потратить на скидку. Мы с Катюшей решили заехать в помпончик. Я бы сейчас с удовольствием пару штук бы съел, и, наверное, борщ. Ты что будешь, куриный, как обычный, и два этих пончика? Сейчас посмотрим. Наверное, куриный... Хворост только не будем брать. Нет, он не вкусный. Хворост здесь говно. А пончики вообще... Хворост самый вкусный, моя мама, она его офигенно делала. Ну и сестра научилась. А я пока нет. Морщ, сметану, сметану и лапшу кулиновую. Можно туда зелень добавить и панкушку еще. Борщу зелень нужна? Панкушка нужна? Ну, давайте тоже панкушку тогда еще. Ты будешь морс или пупич? Морс, да, как ты мне брал. Морс еще и компот. Вот это вот, который с плачком готов. Я единственный, интересно, сработать готов. Карты нельзя? Карты нет? Нет, есть, есть карты. Машина садит. У меня, короче, в кармане там лежит такси. Сейчас переводнусь. Прекрасно. Идем за картой. Чуть-чуть не упала. Не знаю, где у Андрея карты лежат. Я не знаю, карта в кошельке или нет, но я взяла кошелек. Ой, по-моему, надо закрыть машину. Да? Надо же это сделать. Андрей пересмотрит потом это видео и, наверное, скажет, что больше не доверят мне ключи от машины. Потому что, честно, забыла ее сейчас закрыть. Ну, какова красота? Булочки. Как сисечки. Катя, кстати, не очень любит, пошли шутки. Панки кушают. Да не, не надо, не надо. Ешь сама зелень. Да, Катюш, ешь. Приятно. Тебя. Очень здорово, да? Я, правда, объелся что-то вообще. Четыре пончика съел, хотя хотел три. Сейчас-то я счете мусора, кажется, у меня тут еще есть. Желательно нет. Сейчас я заправлюсь по-быренькому. Здрасте. Пятый драйв полный. Третья колонка. Кита оставил там, посидеть в машине. У меня полбака буквально. Я думаю, быстро заправлюсь. Андрей уже километров в сорок хочет пиздать. В сорок я уже в восемнадцать хочу пиздать. Серьезно? Ты говоришь, что до заправки было шестьдесят восемь. Не верю. Да, шестьдесят восемь. Да, я проехал уже, знаешь, сколько. Смотри, до Брянска осталось. Сто четыре. Ну, а когда я смотрела, было сто девяносто девять, когда я тебе говорила об этом. Да. Я еще ехал по платке. Да. Она уже осталась. Ну, я тебе говорю, сколько было по приложению смотрела. Ты женщина неправильно. Все я правильно сказала. Да мы уже, наверное, проехали ту заправку. Она где-то там в деревне была. Нет. У тебя как вообще? У меня точка наведена до сих пор. Я ее никуда не убирала. У тебя нет топографического картина? Ты слышишь? У меня точка на эту заправку до сих пор заведена. Я не убирала эту пустую заправку. Это точка, до которой невозможно доехать. Возможно. Сейчас уже будет сто километров до Брянска. Да вот, уже три километра осталось. Да уже все. Мы чуть не верим. Вот он, Калина в кусте, эта заправка. Вот она. Я сюда и завела. Два-четыре километра осталось. Сколько по времени мы едем? Я не знаю. Ты уже песен 10 послушал. У меня каждая песня, это по 6-7 километров я проезжала. Андрей, ну я тебе говорю, блин, по факту, как это все было. Я обманываюсь. Я тебя не обманываю. Я все на обочину стану и буду ссать. Все. Ты обычно так и делаешь. Все. Чего домой? Я сам больше не разговариваю. Обиделась? Нет. Обиделась? Нет. Просто, если со мной разговариваешь, меня и показывают, что-то по телефону перо. Да она тебя уже насмотрелась. Ты в комментариях читал, сказали, тебя не показывают. Тебя. Чтобы Катя сама записывала влоги, а Ежова нам не надо. Мы уже не спали. Нам сказали, что на водителя насмотрелись. Записывать меня и дорогу. Вот, пожалуйста. Это я, это дорога. Я перед собой. Я перед собой. Я перед собой. Как на шкодиши котенок. Не делайте, как я, но я уже 80 километров. Даже уже 90 терплю. Блин, холодище на улице. Пипец. Минус 5. На шкодиши котенок побежал. Да, ну, блин, я знаю, это аморально. Но, блин, когда мочевой пузырь разрывается, и уже, вообще, уже все голова не соображает. Я вот с тобой видос записывал, просто как... Ты же думаешь о том, чтобы вописывать. Все. У тебя просто мозг отключается. Когда мама твоя приезжала, помнишь, мы были в центре Москвы? Я вообще... Тогда еще хуже было. Я вот прям заехал на Лукоил какой-то, нашел на Воробьевых горах, да? Да. Я просто штаны стукал. Все, ребят, мы приехали в Брянск. Я тихо разговариваю, потому что со стенкой спит ребенок. Мы приехали в гости к Атиной сестре, к маме. Смотрите, тут у меня какой красавчик лежит. Какой-то рыжий, красивый. На солнышке спим мы в детской комнате. Пока что временно. Мы приехали сюда примерно полторы-две недели. И постепенно буду показывать город. Сегодня будем исправлять дни рождения Кати. Но это я уже в отдельном влоге буду, естественно, записывать. Поэтому у нас такой мини-влог за дороги. Вот. И постепенно все буду рассказывать, показывать. Видо к вам покажу. Куда-то прогуляемся. Я тут фактически второй раз. И пока ничего не знаю. Но со временем разберусь обязательно. Первый раз, когда я сюда приезжал, было темно. Даже не видел, что в окне видно. Вот поэтому дождитесь. Ну, смотрите. Ну, красава. Какие у тебя лапы красивые. Рыжик. Все. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комментарии. И... Ну, я постараюсь также соблюдать такой бодрый ритм выпуска влогов. Поэтому поддерживайте. Потому что когда вы охерню пишите, у меня сразу сдувается мотивация выкладывать ежедневные видосики.